это наш лагерь здесь у нас была дневка очередная точнее не внеочередная по болезни вроде ли не лучше поэтому сейчас собираемся уходим бухта железная сегодня слабый прибой классно было ловить рыбу но надо уходить вон там далеко получается мы с птичьей и мыс великан мы туда идем лёдят 15 километров может чуть чуть меньше такие горы скалы прибрежные очень красиво мы собираемся там у нас чайок стоит и туман потихонечку поднимается и 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 ну что народ я только что фундаментально вон там на скалах где ребята лезут вот здесь уронил камеру вместе с моноподом хорошо она в такой в резиновой оболочки вроде живая вот мы проходим фундаментальный такой не проход около железной мы уже выдвинулись на маршрут идем на птичий великан вот по плану у нас над великаном стоянка вот там такая отмечена хорошая вот если бы был прилив было бы более заморочено проходить хотя вот не проходит по-моему в отлив тоже в прилив тоже проходит хорошо а где твоя палка маша мне палка не нужно вон там он видно база не знаю на сейчас живая или нет девятнадцатом году она была заброшенная потому что там дорога которая к ней ведет было смыто там был оползень и только по тропе можно было пройти но мы вот сейчас как раз там и будем подниматься наверх по дороге у нас где-то два километра дороги потом снова берег и вон там дальний мыс вот судя по всему это он и есть это птичий птичий великан а может сразу оба ну что друзья у нас выключили колымскую долготу включили крымскую широту уже жарко и у нас наконец синее небо первый раз за поход он там он где-то наша стоянка вдали и проходные скалы с двух сторон железная бухта и здесь меня за спиной тоже дорога которую смыло поэтому сюда здесь вот есть домики рыболовной базы но они не жилые никто тут не работает потому что дорога съехала оползнем сейчас я пойду искать где-то в местах она заросшая совсем ползу в дебрях дорога сильно оплыла осыпалась но вот заросла но видно вот ее с берегов плохо видно а тут видите такие какая тропа не знаю люди ходят мишка но кто-то ходит наверно миша по крайней мере чаще я думаю чем человек еще куда не шло место основная проблема будет впереди там конкретного ползни дорогу никто не чистит ну что база заброшенная заброшенная она вот из-за этого видите тут был оползень причем оползень прямо на домике домики выстояли но их сдвинуло на опасность склон поэтому люди видимо ушли потому что здесь жить один раз ползло и в второй раз ползет такая вот тема где-то метров 200 такой вот фигни было может даже меньше еще завала ребята там где кусты с ипуха кончается ребята я прошел этот оползень но он довольно противники такой тяжелый тяжеленький скажем так пару довольно плотные и ступеньки не рубятся но все я вышел на тропу это видимо то что осталось от дороги теперь надо пойти поглядеть теперь надо пойти поглядеть чтобы была реальная дорога а вот она вот здесь уже клея есть все на это уже это уже уже но я вернулся команде сейчас отдыхаю сам девчонки пошли голову мать ручье потому что тепло они хотят быстренько помыть голову вот и на самом деле на обратке когда прошел уже весь этот цепун а я нашел более такую хорошую дорогу достаточно быстро и легко прошел то есть я зря лез наверх с этим надо было идти по нижнему краю я чуть так увидев там завалившиеся деревья подумал что они непроходимые я там на ворот легко как раз они поддерживают на сколько вас хватит а фейсы поверните все мы прошли цепун вполне себе удачно и вышли на дорогу а это пихтовый лес следы мишки вот моя лапка 45 размер вот мишкина лапка где-то как полин 36 признавайся что им подойдет больше гуччи прада луи это небольшой миша какие туфли на высоком как руке или нет если косолапый туфты вот он вот они лапки я не знаю какие они тяжелый хорошенькие такие согласен а тут вам база какая классная ну что друзья мы снова вышли на море на берег мы дошли по дороге до рыболовной базы и там вышли снова на берег и теперь наш путь на мост птичей вон он впереди открылись горы наконец этот они на невский хребет он низкогорный но очень красивый на берег Народ, горбуша пошла. Видите? Это ребята переходят, ее напугали, а они выскакивают. Ну, давай, выходи, глупая рыба, молодец. Киря! Раз, два, три, три рыбы. Да так иди. Иди так, ты так можешь. Яныч, Маруся, завтра будет то же самое. Вот она, горбушка. Маша поймала, поймала. За жабры. Под жабры. В жабры, прям в жабры и пальцы пихай. Пальцы в жабры. Мы вышли к мысу птичьей, но решили в первую очередь идти ставить лагерь, идти на стоянку. И по плану мы решили стоять на мысе Великан, там сверху есть стоянки. Для этого мы перешли через речку, поднялись по дороге. И уже сверху с плотов вышли на мыс Великан. Рыба красная. Рыба красная. Рыба красная. И корка красная. Свети три секунды и скинуть, чем мы тут кормим. Прогвините. Прогвините с дедушки. Прогвините. Прогвините с дедушки. Мы здесь будем… Прогвините с бомбами. Геныч! Геныч! Рассказывай, что происходит. Народ! Мы сегодня руками отловили кучу рыбы, но одну мы отпустили, она наиболее живая была, потому что нам пять не сожрать однозначно. Вот эти четыре, блин, вообще гора такая конкретная. Вообще готовка, полный вход. И сейчас у нас задача такая. Синь, дел пожалуйста. Маша у нас будет этим самым. Главным жарителем. Жаритель. Доброе утро, народ! Хотя, наверное, уже день. Мы уже позавтракали, сейчас уже такой обед готовим. Мы стоим на мысе Великан. Просто офигенная стоянка. Сегодня солнечно. Поэтому здесь вот очень даже неплохо, потому что мы закрыты лесом. Вокруг пихтовник такой нормальный. Вот наш лагерь. Вот. И вот там вот мы с Великаном. Ну, сейчас покажу все по очереди. Давайте так. Вот там Саня колдует у костра. Вчера мы обожрались рыбы. Вот у нас сегодня сыпчик. Досушиваем шмотки, потому что второй только день у нас солнце. Вчера нам Крым включили. Спасибо за это большое тем, кто включает. Там где-то наверху. Не знаю. Вот. Но это здорово. Здесь вот у нас за травой, вот за бревном трофинька начинается речка. На речке. К речке хороший подход. Вон у нас мы с птичьей видим. А мы стоим прямо на мысе Великан. Ну, вот мы с Великаном. Мы вышли. Здесь лагерь. Ребята стоят, как я понял, коммерческие. Ребята уже ходили, с ними разговаривали. Там чуть ли не 22 человека. И вот там дальше мы с птичьей. Ну, вот мы с птичьей. Здесь такие арочные скалы. Очень красивые. И сегодня еще и отлив я попал. Потому что здесь удобно, легко проходить. Когда прилив тут непроход. Вот. Ну, точнее, проход не очень сложно. Заливаю. Музыка 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 Вот поэтому он птичный. Птичный не угадывается очень. Сюда нормальная дорога из Южно-Сахаринска, поэтому очень много туристов привозят. Но наш путь туда дальше. Вперед. Там уже людей меньше. Ну что, друзья, мы решили остаться на дневку на мысе Великан. Мы сюда вчера пришли вечером, забились здесь очень хорошо. Провели вечер, кушали рыбу, просто очень много у нас ее было. В конечном итоге сегодня такой первый полноценно солнечный день. Весь день солнце. Вот. И мы купались, ходили на мыс Птичьи. Я ходил один, сейчас ребята ушли. Вот сейчас у нас почти пустой лагерь. Здесь пара человек у нас осталось. Все остальные ушли на мыс Птичьи на экскурсию. Вот. Мы решили, что на такой шикарной стоянке надо остаться еще на одну ночь. Вот. И уже завтра мы пойдем на икринку, на которую собирались. Мы по плану должны были сегодня идти на икринку. Мы пойдем завтра. Вот. В принципе, у нас не спортивный поход. Мы идем вот, чтобы кайф поймать. Чтобы было хорошо. Вот. А раз так, ну пойдем вот так, как есть сейчас. Вот. Сегодня мы без рыбы. Мы решили сделать перерыв. Хотя тут есть возможность пойти наловить опять. Вот. Нам кажется, сегодня у нас пауза. Завтра пойдем опять ловить.